МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данная блокада является геноцидальной уничтожением армянского населения Арцаха. Институт Лемкина. Вашингтон затягивает с военной поддержкой Баку конгрессмерт Паулон. Укрепление крепости в районе Араратского царства. Заявление «Айдыш Симплатформ» поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сыны Западной Армении Гагик Хачатурян. Гагик Хачатурян родился в 1997 году в Ереване. Детство провел в Тбилиси, любил музыку, был солистом армянского хора Грузии. Шести лет учился в армянской школе Тбилиси, отличаясь одаренностью. Принимал активное участие во время школьных праздников и театральных постановок. В 2008 году семья Гагика возвращается на родину. 11-летний Гагик втайне мечтал жить в Армении. Именно эта любовь помогла преодолеть ожидающие его трудности на родине. Поступил в Государственный театр песни. Спустя время жизнь в Армении приобрела неописуемые краски. Все, что окружало Гагика, позволило ему полюбить себя в Армении, как истинного армянина. Участвовал в конкурсах и телешоу, награжден многочисленными дипломами, завоевав симпатию аудитории. В 2015 году Гагик поступил на отделение академического пения Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Позже начал петь в церкви Сурб-Зуровой Аст-Ацин Еревана. Наступило время армии, Гагик имел альтернативу служить Грузии. Мечтающий жить и творить на родине, Гагик не мог выбрать другую страну. «Если понадобится, я поеду с самой горячей точки», – сказал Гагик и направился в Мехакован. Послужив год, получил звание младшего сержанта, приобрел хороших друзей. Гагик Хачатурян – один из многих солдат, не оставившихся служивцев во время войны. До последнего вздоха продолжал борьбу с верой. Погибший, но бессмертный, один из солдат, любящий родину больше собственной жизни, мечтающий жить и творить в Армении. Ушедший из жизни с мечтою в глазах. 2 октября Гагик позвонил одному из друзей, чтобы поздравить с днем рождения. «Слышишь, мы устроили для тебя салют». Издалека доносились звуки выстрелов. Этот звонок, увы, был последним. 27 мая 1915 года Младурецкое правительство расифицировало бюллетень Талата. 22 мая поручив Министерством внутренних дел и военным министерствам приступить к действиям. В тот же день Талат издал указ о депортации резне армян. Через несколько дней на участке дороги Тигранагерд-Харберд были убиты 12 тысяч армянских солдат, работающих в строительных лагерях с ноября 1914 года. Уже 3 июня было депортировано армянство Хачина. 6 июня произошла депортация резня армян Арабкира. Караваны армян Арабкира поочередно были расстреляны на берегу Ефрата. Так, в конце июля в Арабкире армян не осталось. Уже 10 июля началась резня в Муше. Из 15 тысяч армян спаслись 500. Из 5-9 тысяч жителей Гавара 9 тысяч. Уже 15 июля губернатор Карин Тахси в своем письме центру писал. Беспорядки в отношении армян в окрестностях Карина перешли все границы. Совершаемые постыдно и бесчеловечно. Нужно предотвратить это, положить конец действиям бандитов. Губернатор Харберда пишет. На дорогах трупы женщин и детей. У нас нет времени похоронить их. Было бы хорошо, если бы мы сохранили наше благородство и национальный облик. С января по июнь 2023 года к нам поступило более 5000 звонков и визитов от семей пропавших без вести, сообщает армянский офис Международного комитета Красного Креста. Две семьи обратились в Международный комитет Красного Креста с просьбой выяснить судьбу своих пропавших родственников и открыли заявки на поиск. Семь семей узнали о судьбе своих родственников. Согласно поступившим заявлениям, 298 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в следствии экскалации конфликта в 2020-2022 годах, отмечается в сообщении. Институт по предупреждению геноцидов имени Лемкина огорчен известием о смерти 40-летнего Ванисяна, умершего от голода 15 августа 2023 года непосредственно в результате азербайджанской блокады Арцаха. Блокада Арцаха, которая продолжается с 12 декабря 2022 года, является причиной растущего недоедания, выкидышей и медицинских осложнений, связанных с тем, что люди не могут получить доступ к надлежащему питанию и медицинской помощи. Теперь блокада начала приводить к прямой гибели граждан Арцаха от голода. Блокада является геноцидальной по своей цели, которая заключается в уничтожении армянского населения Арцаха либо путем массовой депортации, либо массового голода. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял об этом, в том числе в своем заявлении от 29 мая 2023 года, когда он пригрозил. Третьего приглашения не будет. Либо они сами смиренно придут к нам, либо события будут развиваться в другом направлении. У нас есть все возможности для проведения любой операции в этом регионе. Следовательно, парламент должен быть распущен. Элемент, называющий себя президентом, должен сдаться. Все министры, депутаты и другие уже должны покинуть свои посты. Только в этом случае можно говорить о какой-либо амнистии. Институт по предупреждению геноцидов имени Лемкина хочет еще раз разъяснить. Любое лицо или государство, способствующее Азербайджану в блокаде Арцаха, напрямую через иностранную помощь или косвенно, отказываясь использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические инструменты, является соучастником геноцида 120 тысяч граждан Республики Арцах и может быть привлечен к ответственности за участие в суде. Настоятельно необходимо, чтобы международные лидеры предприняли немедленные действия против Азербайджана для предотвращения дальнейших смертей в Республике Арцах. Конгрессмен США Фрэнк Паллон продолжает выступать против оказания Вашингтона военной поддержки Баку, принимая во внимание агрессию Азербайджана против армян Арцаха. Об этом Паллон написал в социальной сети X ранее Twitter. «Я долгое время был против предоставления военной помощи Баку, особенно сейчас, когда Алиев продолжает нарушать международные права и совершать многочисленные посягательства на права армян Арцаха. Мы должны сохранять наши ценности и быть более жесткими, если надеемся обеспечить мир на Кавказе», – написал конгрессмен. К своему посту Фрэнк Паллонни приложил опубликованную на днях статью издание «Политиков», в которой отмечает, что администрация президента США Джо Байдена явно не спешит возобновлять программу поставок военной помощи Баку. Причиной этого названа угроза этнической чистки со стороны Баку в Арцахе. Каждый год с 2002 года конгресс, представляя Белому дому возможность отказаться от применения 907-й резолюции, резолюция 907, акта поддержки свободы вступила в силу в 1992 году и предусматривает ограничение помощи США Баку до тех пор, пока Баку не предпримет конкретных шагов по прекращению блокады и нападений на Армению и Арцах. Белый дом ранее отказывался от резолюции 907 до лета. В этом году этого пока не произошло. В ходе раскопок, проведенной в крепости Чавуштепе уезда Гюрпенар Вана на территории Мавзолея, расположенного к северу, построенным королем Арарата Сардури II в 750 году до н.э., были обнаружены важные открытия. Экспедиция из 24 человек во главе с деканом факультета литературы Ивановского столетнего университета профессора доктора Рафиат Чавушуглу во время раскопок в северной части крепости выяснила, много век назад Араратцы использовали специальные строительные приемы для защиты от землетрясений. Внутренние и внешние стены крепости во избежание разрушения во время возможных землетрясений были соединены крепостью, построенной методом террасы, шириной в 2 метра, длиной в 20 метров. По словам Чавушуглу, в ходе 35-летних раскопок каждый год обнаруживаются новые находки строительных и архитектурных навыков специалистов древних времен. Мероприятие, организованное сегодня, Hidersim Platform отменено губернатором. Мы армяне, коренные народы данной территории, у нас нет ни малейшей сферы действия, где мы автохтонны. Ни одна организация не решается поддержать нас. Именно поэтому мы решили сделать что-то своими силами. Пусть армянский народ объединится, организовывая мероприятия. Не может ли он себе это позволить? Мы знаем причину этого страха. Наш долг объяснить это населению. Ты можешь быть кем угодно, но не армянином. Защита армянской идентичности – это и есть политический вопрос. По этой причине армянам становится все труднее выражать свои мысли относительно армянской самобытности, культуры и истории. Следуя из чего можно сказать. В 2023 году геноцид. Армяноцид продолжается. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующие процедуры. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей представляем вашему вниманию музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok